приветствую будни мастерской и разговор про серрейтор и вогнутые режущие кромки и так с чего бы начать с серрейтора дело в том что в мастерскую очень часто обращаются по поводу правки или заточки серрейтора причем вообще обращение по поводу серрейтора делятся на три категории первая категория моя любимая в плане ну в хорошем смысле этого слова потому что мне действительно кажется это наиболее логичным пожалуйста уберите мне серрейтор вот на этом ноже то есть сточить его на обычной режущей кромки это бывает когда человек купил серрейторный нож ошибся или полусеррейторный и хочет чтобы нож был без серрейтора понял что это ему не надо и это ну вот такое бывает такое делается это дорого но в ситуации когда вы уже купили дорогой нож и продавать этот с потерей денег и покупать еще за такую же стоимость еще раз этот нож то есть потеря денег иногда бывает больше чем заплатить за снос серрейтора с глубокой переточкой клинка реально второе что бывает это обращение на мой взгляд более такое замороченное серийно а вы можете нарезать мне серрейтор там на таком-то ноже на что я всегда говорю что нет не могу нарезать серрейтор почему потому что профильные камни которые это все делают это только для правки или заточки существующего серрейтора потому что вот такие вот серрейторы делаются на готовом не одном двух профильных камнях а готовым круге профилированным по-другому это аккуратно невозможно сделать равно как и вот эти насечки они делаются специальным напильником которого вся ширина насечки уже есть и он один раз проезжает и оставляет эту насечку то есть это не по одной рисочке это все делают точно также с серрейтором вот ну и последний вид обращений буму самые частое естественно массовые это поправьте пожалуйста серрейтор или поточите серрейтор сразу скажу что серверные ножи они особая категория есть люди которые да полностью их перетачивают зеркалят там даже такое я видел и прочее прочее я делаю это в очень редких случаях потому что это достаточно долго дорого и самое главное это мало целесообразно почему потому что нужно исходить из того что такое серрейтор зачем он нужен мы об этом говорить сейчас не будем потому что это вечный разговор холивар и прочее я лишь хочу сказать о том что когда люди покупают вот такой нож ну не конкретно вот в этом исполнении тюнингован это такое да как бы такое мега кастомная переделка такая вот а когда люди покупают вот этот нож эту модель вряд ли кто-то предполагает резать ею лимон в чай каждый день вот очень вряд ли поэтому серрейторы чаще всего вот прям чаще всего они просто для того чтобы быть вот есть люди которые серрейтор мечет профессионально режут но у меня про это свое мнение и я знаю что люди режут профессионально режут одноразовыми ножами в той или иной степени на самом-то деле а те кому нужны стропы еще что-то не попад стропорезы они вот такие ножи дальше все остальное это уже ну от нажиман ского лукавого то есть можно конечно купить топор и заточить его и резать им лимон и это просто если захочется можно сделать точно так же и здесь можно но но чаще всего так не делал чаще всего топор покупают колоть дрова либо тоже показывать всем что у меня есть топор вот такой-то фирмы очень крутой вот здесь примерно то же самое то есть серрейторы чаще всего они просто делают харизму конкретным ножам вот например этому и все что здесь нужно и можно точить в моем понимании и что увеличит харизму ножу это вот это местечко вот вот можно всем говорить что вот у меня здесь вот здесь абсолютно зеркальная заточка и вот этот вот клык ну сразу становится все понятно что он может как и что его стоит бабаеваться вот а на серрейторе здесь есть пара тройка коцочек маленьких и про них можно забыть потому что в порядке общего так сказать в порядке очень общей зазубренности маленькая коцка ничего не меняет вот плюс у серрейторов завода есть разный финиш и конкретно вот этот слегка например ну слегка грубоват да здесь видно подполированные риски которые при этом никто не выводил до конца вот это раз-два сейчас покажу вот это по моему эндуру на вот здесь а вот здесь например серрейтору спаев абсолютно зеркальный ну ладно абсолютно это не совсем но по сравнению с тем да то есть абсолютная чтобы вы понимали зеркало ну вот вот здесь вот это прям до зеркало зеркало практически души а здесь нет но в итоге полный серрейтор на эндуро это больше смысла наверное но все же смысла мало потому что ну чё ей господи прости реально делать хотя конечно тот человек который вот кому это понравилось дальше пользоваться ну то есть привык захотелось бы пользовался понравилось а потом только в путь это ясно как же тогда точить это хороший вопрос вернемся вот к этой эндуре где заказчик хозяин ножа сам поточил этот серрейтор он точил вот с этой стороны что в принципе неправильно но с практической точки зрения наиболее адекватно в домашних условиях и меньше процент ошибки но по сути это увеличивает угол заточки серрейтора так вот что у нас здесь любопытного на здесь довольно активно снят металл вот но благодаря этому все сколы и прочее прочее с серрейтора ушли и он абсолютно как новый заточен будь здоров это да чтобы сделать здесь то же самое надо было бы делать ровным счетом то же самое сносить но я не стал сносить я прошелся только финишными камнями по самым самым колышком и в итоге сделал просто очень очень злую такую систему но 2323 коцки я оставил почему потому что нет смысла их выводить они будут появляться еще и дальше можно снимать металл по чуть-чуть по чуть-чуть постоянно обновляя его но не расхода не перетачивая не задирая угол сильно почему потому что вот так вот это когда все покрошится следующая заточка а увеличит сведение сильно б ну уже дело сделает серрейторную суть уже более ну правильно сказать менее выраженной да более сглаженной и тогда уже придется все равно с этой стороны что-то придумывать вот поэтому серрейтор дело такое если вы им собираетесь постоянно резать готовьтесь это расходный материал если он у вас для красоты то мы его аккуратненько просто чуть-чуть подводим приводим в чувство по конкретной ситуации и он поехал только в путь если уж говорить о том что это все хорошо или плохо надо или не надо я считаю самое клевое это вот то есть ну вот реально почему потому что вогнутые режущие кромки действительно крутые они для реза коготки эти все мне очень понятны то есть это вот ситуация когда ты вот здесь зацепился к кончиком за материал все материалу ханурики ты его точно разрезал и вот этот нож на самом деле со сталью там h1 там да там ну господи типа она вообще не режет она там вообще это да где там карбиды там два карбиды на всю гость на весь клинок слушайте это все неправда потому что если как следует его вывести на 40 градусов и сделать очень тщательный аккуратный зеркальный подводик с каждой стороны то режет этот гаденыш маленький очень очень круто и здесь надо сказать очень важную вещь что чтобы ну заточить это это уже целая история а чтобы вывести здесь зеркало такого формата это ну еще более другая история и это к этому я пришел далеко не сразу то есть я справился с этой задачей но только в девятнадцатом наверное году так чтобы в полном объеме ну и покажу еще вот этого товарища здесь заточка выполнена самостоятельно сделана аккуратная дуличка и я бы сказал что для самостоятельной заточки то очень очень неплохо но здесь есть маленькая заметка на полях вот посмотрите какой микроподвод то есть он прям виден вот он на довольно большой угол с обеих сторон поэтому нож режет он острый но с некоторой линцой и вот про микроподвод я хочу обязательно сказать старайтесь не делать микроподвод в классике микроподвода типа 30 градусов микроподвод на 40 летом на 45 или там на 38 неважно если перепад микроподвода больше чем даже уже 56 градусов то это на самом деле вызовет проблемы с последующими заточками не забывайте что если нож точится там один раз два раза в его жизни образно то тогда не принципиально вообще как что точится там главное не испортить а вот если нож предполагается к использованию ну реальному использованию то есть вы собираетесь его таскать собой там вот в этом месяце эту неделю берете в командировку каждый раз или там что угодно или у вас их 5 всего то старайтесь точить или подходить к заточке с умом если сделать заточку там на 30 градусов а потом бахнуть микроподвод то чтобы следующую следующий раз сделать заточку на 32 градуса нужно будет снять ну от полу до целого миллиметра металла причем с и визуальной точки зрения из практической точки зрения а если вы хотите эти 30 градусов убрать и сделать ровно 40 потому что ну не держит он этот угол да например то вам придется убрать еще больше металла чтобы дойти до начала 30 градусного подвода а потом если вы опять передумаете или и так далее то есть я знаю вижу ножи я видел ситуации когда ножи удачивались с трех заточек просто потому что ну просто потому что удачивались на два на три миллиметра то есть когда тебе приносит нож а там уже реально огрызок то есть я такой уже видел несколько раз и именно в формате огрызков к сожалению все не всегда попадает фотки ну просто потому что физически не получается но это бывает очень крайне прямо любопытно поэтому старайтесь избегать микроподводов и старайтесь избегать формирование микроподвода при правке то есть потому что это большое зло потом дольше перетачивать переточки дороже переточки расходуют больше металла вообще микроподвод больше чем на плюс два градуса ну это 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 отдельный разговор и честно я против ну вот такая вот история пишите свои комментарии до новых встреч интернет эфире до свидания